Действие Турции сегодня осудил чешский президент Милош Земан. Цитата по сообщению ТАСС. Иногда высказывается подозрение, что Турция неформально взаимодействует с исламским государством. Российские воздушно-космические силы борются с ИГИЛ. Получается, что нынешняя атака — чрезвычайно радикальная мера, которая усугубит атмосферу, добавил президент Чехии. Официальный представитель ООН Ахмад Фаузи на брифинге в Женеве сказал буквально следующее. Знаю из новостей, Турция объявила, что сбила российский военный самолет. Это может осложнить дела. Полагаю, мы все хотим видеть конец террора в этом регионе и в нашей жизни, цитирует Ахмад Фаузи, агентство ТАСС. Дипломат напомнил, что только недавно Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию по борьбе с терроризмом. Атака Турции на российский самолет может осложнить переговоры по политическому урегулированию в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Германии. Будет не только шаг назад, но и искра надежды, которую мы только добились, будет утрачена. Слова Франка Вальтера Штайнмайера в изложении ТАСС. Он ждет прямых контактов Москвы и Анкары в связи со случившимся. Обеспечить такой прямой диалог с Россией сегодня призвал турецкого премьера Ахмеда Давутаглу, глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон. Лондон считает событие очень серьезным, заявили ранее в британском МИДе. И еще коротко несколько заявлений европейских парламентариев. Сбив российский самолет, участвовавший в операциях против террористов в Сирии, Турция сегодня официально вступила в войну на стороне ИГИЛ. Это оценка зампредставителей Сената Италии Роберто Кальдерони. Анкара ведет по-настоящему грязную игру, занимается провокациями, чтобы разобщить международную коалицию. Это хорошо спланированный выстрел в спину, считает французский евродепутат Жан-Люк Меланшон. Депутата германского бундестага Сара Вагенкнехт высказалась так. В Турции есть сторонники исламского государства, правительство сбросило маску.